Ребята, мы находимся в Лиготне. Лиготне находится в Латвии. Это отличное место для того, чтобы увидеть, в первую очередь, необычные виды. Это, скажем так, путешествие выходного дня. В Лиготне обычно приезжают для того, чтобы насладиться природой, погулять, попробовать местную кухню. И, как правило, хватает на такую поездку от 4 до 8 часов, в зависимости от вами выбранного маршрута. Вот, собственно говоря, в основном все приезжают вот на эту обзорную вышку. В это время здесь что? Огромное количество водопадов. Просто какое-то нереальное. Пещеры. В этих пещерах хранится вино. И также всякие продукты питания раньше хранили в древние времена. А сейчас вот этот вот домик интересный. В нем находится винодельня. И там производят, наверное, самое вкусное латвийское вино. И поэтому после прогулки по Лиготне, конечно же, рекомендуется зайти, погулять по этому парку, приобрести бутылочку вина и просто, скажем так, проветать легкие. Очень красивое атмосферное место. Пещеры имеют три яруса. И вы можете заходить вот в эту часть пещеры. И в ней есть внутри хода. Что-то закрыто. Где-то, как я говорил, хранится вино. А где-то есть прогулочные пещеры. Поэтому, если захватите фонарики. Если нет, то можно использовать фонарики с телефона. Это тоже хорошее решение. Движемся дальше. Ну, напомним, конечно, что это такая дикая провинция Латвии, где вы можете посмотреть, как люди живут в настоящей провинции. Здесь действительно вкусная, совершенно другая кухня. Другой уровень гостеприимства. И здесь немножко другая Латвия. Более позитивная, чем, скажем, в столице. Такие абсолютно атмосферные местечки, куда можно зайти, полакомиться деликатесиками. Тут же находится информационное агентство, где можно получить все рекомендации посещения этого места. Приятные люди, приятная еда и места особого посещения. Как правило, сюда приезжают в революционный центр Лиготлы, для того, чтобы подышать воздухом. Дальше есть мастерская, в которой можно посмотреть народное творчество, насколько я понимаю. Дальше здесь бункер есть советского периода. Экскурсия в бункер. Дальше есть базница. Дальше есть пещеры, амотники. Ну, как-то так, на часик-другой точно мы наберемся. Если мы пойдем дальше, то мы видим здесь парк, еще видим одну мастерскую, что здесь бумажная фабрика. Ну, как-то так. А, и, кстати, здесь есть улица Свободы. Ну, как-то даже прикольно. Но, что самое интересное, это вообще немноголюдно. То есть, вот мы приехали, здесь такая тишина. Ты можешь наслаждаться, действительно, своей семьей и кайфовать здесь. Абсолютно немноголюдно. Идем в информационный центр. Так, зашли мы в центр. Дали нам кучу бумажек. Самое интересное, что нам дали карту, по которой можно двигаться и выбирать маршрут выходного дня. Вот это будет самое интересное, ориентир у меня по местности. Сейчас этим займемся. Начнем, наверное, с этого классного озера. Чем оно интересно? Тем, что здесь есть лебеди, утки. И их, наверное, стоит немножко покормить. Вид отсюда на эту гору. Здесь прикольное такое место. Такая дырка, в которую уходит вода. Такая перегруженная плотинка. Выглядит вот так красиво. Место, где мы сейчас покормим лебедей. Вот они, красавчики. Ну, туристы их уже закормили. Почему-то они кушают лебеди. А вот утки, по-моему, с удовольствием. А вот эти лебеди не отказываются ни от каких подарков. Обратил внимание на такую шикарную инсталляцию. Смотрите, пила, которая прошивая дерево. Видите, как будто бы пила пилит дерево. И старое такое дерево, могучее. А, на дереве еще у нас гнездо для аиста. Такое прикольненькое. Но место очень такое классное. Во-первых, здесь гористая, скажем так, ландшафт, состоящая из гор. Во-вторых, я не знаю, здесь какой-то совершенно другой воздух. Абсолютно атмосферно. И 20-30 минут езды от Риги. И ты вот совершенно в другой Латвии. Очень кайфовый. Можно сделать нормальные фоточки. Можно просто покайфовать. И купить кучу разных сувениров. Вон, смотрите, какой я вам сейчас рассказал. А ко мне вот такой красавец подплывает. Ну, Нойн Швеймстейн, привет! Ну, я бы называл это путешествие выходного дня. Для того, чтобы какую-то эмоциональную зарядочку получить. Завтра на работу. А сегодня выходные. И хочется каких-то простых вещей, которые тебе доставляют удовольствие. Напомню, что это очень дешевое путешествие. Такое путешествие не обходится дороже 50 евро на семью с питанием, топливом и всем остальным. Но это те самые эмоции, которые нужны вашей семье. Те эмоции, которые просто необходимы вам. Ну и как вот без таких-то красот. Вот так примерно и выглядит наша Латвия. Так, ну что же, движемся мы нашей компании по тому маршруту, который нам дали на карте. Не надо внимать, что еще до туристического сезона далеко. Сейчас только-только сходит снег. И рассчитываем на то, что обувь брать надо соответствующую. Я имел ввиду соответствующую погоду, конечно же. Что из позитивного, смотрите, везде информационное табло, до которого можно добраться, почитать немного истории о том месте, где вы в данном случае находитесь. И движемся на смотровую вышку. Интересно, вот смотрите, здесь не грязь, а такая красная глина. То есть мы находимся в красных горах, такие глинные горы. И цвет от обуви, ну цвет грязи здесь такой, скажем, таракотовый. И обувь, на ней грязь такого красного цвета. И также, когда она тоже такая, не грязного цвета, а такого песочного. Так, сейчас у нас предстоит легкий подъем на смотровую вышечку. Ну, точнее, площадку. Так, ну что, мы поднялись наконец-то сюда. Бумагу здесь производили? Бумагу производили? Производили, мы выстроили здесь большую фабрику. Да. Триста, три тысячи людей, вот она. Сейчас в этом доме только четыре мы живем, здесь на углу, там на углу и мы двое. Все. А здесь в этом доме трое только. Да. Но зато вы в хорошем месте живете. Природа какая. Он до сто лет доживете. Да? А здесь в Латвии в вагонами в Сибири, а из Казахстана сюда? Да, да, да. А там где тоже в Латвии столько казахов? Откуда? Русская. А, я понял. И вы знаете, до Москвы ехали с Москвы, дали на Ригу. С Риги дали на Инчукал. Ехали в Инчукал. Хозяин говорит, ой, доченька, ты только 8 лет. Ты ничего еще не знаешь. А нас посылают в Сибирь. Да. Я говорю, 60 вагонов скотых, двухэтажных. Да, да, да. А через дорогу такая Наташа Детелева. Я говорю, что ты, Наташа, что вы плачете? Валечка милая. Ты же еще ребенок. Моего Володеньку застрелили по дороге, да? Застрелили. Ну, цепь поставили на рушники и повели там поезд. Ай, какой крик был. Какой крик. Это здесь в Лиге было, да? Это в Инчукале было. А, понял. А здесь в Лиге тоже увозили. А потом приехали сюда. Папа моего застрелили. Старший его между Натвией и между Россией. А его сюда депортировали и застрелили по дороге, да? Застрелили и все. Вот пока там вышел, мама осталась со мной, с Ванечком. Три голика Ванечки. Вот. Ой, какое было страшное время. Страшное нет. Да, понятно. Сейчас они лучше. Сейчас они лучше. То есть, посмотрите, получается, что тогда в трудные времена люди были добрые все. Добрые. А сейчас люди все как звери, а времена хорошие. Детка-то мою делили хлебушкой давали. А сейчас они даже не приходят. Ну, ладно. Здесь, как я и говорил, здесь ты приезжаешь за атмосферой и ты попадаешь совершенно в другую Латвию. Такую чистенькую Латвию, которую, ну, нету в городе. Понятно, что все мегаполисы, они немножко такие больше не для жизни, больше, наверное, для бизнеса и еще чего-то. А здесь такая вот прям деревня-деревня. И таких деревней, скажем так, в просторах Европы не так уж и много. Вот. И мы встретили бабушку и услышали просто какую-то гениальную историю. То есть, смотрите, бабушка, она русская бабушка, которая из Казахстана, которую вагонами привезли сюда. То есть, латышей увозили в Сибирь вагонами, а на их место привозили русских из Казахстана. И те, и другие были сильные. И она говорит, в те времена были очень тяжелые, но все были дружные, все понимали, ну, мягко говоря, в каком нехорошем положении все оказались, и все друг другу помогали. А сейчас, говорит, как бы, ну, все же едет, все отлично. Но люди стали злые какие-то. Ну, это, опять же, ее бабушкино мнение. Но, тем не менее, вы смотрите, эта бабушка, она фанат этой земли, она любит Латвию. И у нее случилось несчастье. У нее сын погиб в Англии. И она свою пенсию отдала, не пенсию, а все свои накопления, похороны отдала за то, чтобы его кремировали в Англии, привезли и похоронили здесь. Вот представляете, что значит любить эту территорию, любить ее на русском языке, любить ее по-русски. Ладно, отвлеклись. Это вот случайная история, которую нам рассказали. Смотрите, как кайфово. Это ухоженная дорожка, и мы идем по... Вау, я уже вижу, куда мы попадаем. Просто сказочное место, смотрите. Такой какой-то мостик, прямо необычный, крутой. Сейчас заценим, что это за мостик. Так, итак, мы попадаем вот на такой интересный мостик. Он, на самом деле, чем он интересен? Тем, что его функция практически никакая. А, помните, я вам рассказал про пещеры, которые здесь используют для хранения продуктов? Вот они. То есть, это не какая-то инсталляция для туристов. А если вы будете внимательны, видите, обычная дверь и замок. То есть, человек открывает эту дверь, заходит, и он там хранит свои продукты. И эта пещера, она нереально длинная. А слева и справа у всех вот такие свои хранные места. И у тебя, получается, вот в таком интересном ландшафте хранятся ваши продукты питания, которые местные, разумеется, сами производят для себя, делают вина, делают всякие закрутки, варенье и все что угодно. И вот это место хранения, где в круглый год одна и та же температура. То есть, чтобы вы понимали, это реально место для хранения, а люди живут вот там. И они каждое утро ходят вот по этой дорожке, живут вот в этих домах, как рассказала нам бабушка. И сюда берут свои продукты питания, которые хранятся без холодильника, все на экологическом позитиве, все чистенько, приятненько. Здесь у них есть мостики, парк для прогулок. То есть это, скажем так, не под туристов заточенная история. А это то, что я говорил, ты приезжаешь за антуражем, ты хочешь чистоты, понимаешь. Ты услышал бабушкин рассказ, она сидит здесь всегда, встречает туристов, все любезно рассказывает, ну сколько я там уже под 90 лет, понимаешь, в каких условиях. И рассказывает такую историю, которую ты ни в одном учебнике не прочтешь, ни в одном путеводителе. Вот на самом деле для меня это была прям какая-то история. Надеюсь, я ее записал всю. Дальше по поводу уникального мостика. В чем его уникальность? Смотрите, он слишком дорого сделан для того, чтобы он был функционалом. Для чего здесь надо было делать канатный мост, это вообще непонятно. Вот и здесь есть информационное табло, и благо она на всех языках, и она рассказывает о 19 веке. История, опять же, интересная. Я так и думал, что функционала здесь никакого нету, но функционала с современными мозгами. А это было сделано в 1880 году. И тогда просто других мостов не делали. Тогда это была совершенно нормальная история. То есть для нас сейчас построить вот такой мост, это, конечно же, сумасшедшие деньги, и нет никакой логики, для чего ты это делаешь. Для чего тебе это делать вот в таких местах, вот в таких вот заповедных джунглях. Ну, тогда просто так делали, а сейчас просто сохранили. Да, доча, что? Так что мы нашли животного какого-то. Что? Кто это? Там кролики, там кролики живут. Помните, я вам про это говорил? То есть мы гуляем и нашли зайца. Животные забегают, прячутся в эти пещеры, и ты можешь их видеть. Вот такой контактный зоопарк. И опять же, посмотрите, никого нету. Мы здесь вообще одни. Представляете, насколько это крутое, классное место. Ребята, а любителям Инстаграма, да? Вы посмотрите, какой вот, какой ландшафт, какое фото. Подглядите. Ну, можно фоткаться сколько угодно. Итак, мы движемся дальше. Знаете, что я вам расскажу? Я первый раз здесь. То есть я в Лигатной был несколько сотен раз, но мне вот рассказали про этот маршрут, и я хочу вам его... Смотрите, насколько он интересный. Опять эти пещерки для хранения продуктов, не для туристов. То есть людьми пользуются. Вы посмотрите, просто какой замечательный здесь ландшафт. Какой вид. И эти пещеры то и дело нам попадаются. Видите, мостик, пещера, мостик, пещера. И мы движемся, и просто кайфуем. Я многодетный папа, и все мои путешествия, они рассчитаны на семейные эмоции. Даже неправильно, на детскую эмоцию. Взрослого человека, вот меня, да? Чем ты меня хочешь убедить? Что я в этой жизни не видел? Но когда я вижу эмоцию ребенка, вы представляете, он разглядел там кролика, там чуть с ума не сошел. Представляешь? А как я радуюсь, как отец. Это же вау! Это Латвия, ребята. Идем дальше. И идем мы дальше по нашему волшебному маршруту. И он действительно уникален. Согласитесь, для путешествия выходного дня роднички всевозможные просыпаются. Вот такие интересные деревья, да? Слышите, как родничок бурлит? Здесь корешки такие. И мы движемся дальше. Это все красные горы, вот с такими пещерами, поросшими мхом. Я просто не смогу вам передать, какой здесь аромат воздуха. Смотрите, вековая сосна. Ну, просто в диаметре, ну, метр где-то. Вот. И передать атмосферу здесь очень трудно. Тем более я снимаю на телефон, представьте. Вот. И снимаю это одним дублем, чтобы вы все прочувствовали. Смотрите, здесь есть еще один маршрут. Ну, видимо, мы по нему пойдем в другое время и в другой раз. Такие вот маленькие. Так. Светим. Ну, да. Вот маленькая, просто как гробница. Угу. То есть, вот здесь сейчас нет никаких дверей и никто здесь не хранит продукты. И вот мы внутрь, как стрёмно. Здесь понятно, что в них могут задвигать какие-то животные. Зайцы, лисы. И когда вы заходите, они не представляют вам опасность, но они могут пугаться и при этом пугать вас. Здесь. Ну, можно почувствовать себя исследователем каким-то таким, да? Как в Египте. Вау. А тут уже кто-то жил. Ну, здесь везде были, видишь, такие для порталов дверей. Прикольно. Если вас выгонят из квартиры, приезжайте в Лигарс. И выглядит это очень интересно. Итак, идем и возвращаемся опять. Я уже понимаю, что такое количество пещер здесь не поддается счету. И здесь каждый их делал по своим необходимым нужным. Так, в очередную пещерку мы опять заходим и выходим, входим и выходим. Это хорошее национальное путешествие, выходного дня, отличная разгрузка. Это уже третий, третий водопадик, мини-водопадик, который мне встречается на пути. Ну, а про пещерки я уже говорил, да? Мы просто гуляем и количество этих пещер, он опять же очень интересная, да, такая пещерка. В нее можно залезть. По-моему, это самая красивая прогулочная тропа. Ну, ладно, в Латвии много таких мест, но это самая красивая прогулочная тропа в этом месяце, которую мы посетили, гуляя по Латвии. Очень красиво. Смотрите, береза, которая надвисла, и вы проходите под ней. И вот эти корни, благодаря которым она держится, смотрите, как интересно. Причем какие здесь ветра, и она не падает. А если посмотреть угол наклона и ствол, ну, не чудо ли это природа, а? Послушайте. Очень прикольно. Нам встретилась только одна семейная пара только что, а мы уже гуляем здесь что-то в районе около, наверное, часа. Напомню, что мы на такой возвышенности, мы наверху холма, и мы можем смотреть на речку. Она еще, конечно, в снегу, еще не вскрылась полностью из-за льда, но, тем не менее, очень эпично, очень красиво. Воздух. Воздух такой, что можно прямо ложками его кушать. Он просто, просто обалденный. Плюс отличное кардио, потому что бегать по этим ступенькам вверх в них – это еще то удовольствие. Супер. Это мы уток увидели, да? Да. Вон там дикие утки плавают. Ой, как они пищат, эти утки, смотри. Так смотри, мы уже и кроликов увидели, и лису, да, и уток. И уточки вон играются, видишь? Три километра, по-моему, 200 метров мы выбрали себе маршрут тропы. Сколько мы прошли, сказать сложно, но очень все комфортно. Даже в спортивной легкой обуви или в женской обуви мы идем прям не разочарованы. Учитывая, что это, наверное, самое грязное время года. Смотрим на эту красоту. Ну, супер, согласитесь. Движемся дальше. Да, здесь можно просто творениями природы по Старгатскому сколько угодно. Этот маршрут, который мы прошли, и идем дальше. Очередная пещерка? Секретное послание. А, это как в горе Стеноплача записочки оставляют, да? Вау, ничего себе, посмотрите, какая штучка. Такая круглая. То есть ты заходишь внутрь вот этих пещер, и это уже пещера, конечно, не для хранения продукта, а это уже какой-то такой природный ландшафт очень красивый. Да? Ну, сказочные просто эмоции. Вы поглядите просто на эту красоту. И вот в этих пещерах вы можете, например, спрятаться со своей второй половинкой, если вы, например, парочка и поварковать. И вы посмотрите просто вот здесь зажечь свечи, взять бутылочку шампанского, например, летом и в прохладе посидеть и поймать какую-то другую эмоцию, ну, которую вообще ни с чем не сравнить. Смотрите, сейчас выходим плавненько из пещерки и смотрим, какая красота. Вы поглядите. И опять же, понимаете, нету людей. Вы видите, чтобы в кадре попадал хоть один человек. Так, сейчас будем аккуратно спускаться. Только наша семья. Где вы увидите в Европе такой жуткий эксклюзив? Блин, ну, пещера за пещерой в них уже заходить просто, уже просто можно посмотреть на папоротники свисающие. Смотрите, какая прелесть. Не стал я считать количество пещер. Великое множество. Блин, ну, за каждым поворотом этой тропы ты видишь какую-то вообще... Вот ты поворачиваешь, и так эффект вау. Эффект вау. Смотрите, как ребенок радуется. Как ребенок сходит с ума просто. Блин, ну, у меня те же эмоции. Это очень эмоциональное путешествие. Смотрите. Смотрите, какая прелесть. Просто красота. А, можно зайти с одной стороны, а выйти с другой, да? Ну? Ну-ка идем. Я не хочу. Ну да, красные пещерки. Здесь надписи всевозможных. Кто-то на память попытался... О! А вы видите еще обзорную вышку наверху? Да, но здесь ты просто стоишь на распутье, и у тебя есть вариант. Смотрите, вы либо продолжаете путешествие по этим сказочным пещерам, либо вы поднимаетесь на обрыв скалы и смотрите сверху, либо идете любоваться водопадами. Ну, я понимаю, что мы просто эмоционально уже этих пещер понасмотрелись, просто понасмотрелись и хотим полюбоваться водопадами. Ну, вы посмотрите, как это круто. Да, напомню, что за все время, что мы движемся, вторая парочка только нам попадается. И, ребята, если хотите удивить вторую свою половинку, где-то рядышком с Ригой находитесь, очень рекомендую, ссылочки все приложу, оставлю. Конечно же, нужно посетить это место. Вот именно, чтобы вдвоем побеседовать о чем-то таком, знаете, романтичном. Ребят, смотрите, еще одно чудо природы, это Латвия. Это вот такие вот водопадники, смотрите. Они искусственно сделаны в виде ступенек, то есть есть какой-то другой вид водопада, но это, видимо, сделано было для того, чтобы можно было контролировать колесо, которое дает энергию для производства, для фабрики. Вряд ли что-то другое, да. Да, не успеваешь ты насмотреться на водопады, как опять творение рук человеческих совместно с матушкой природы, круто. Скала, на которой находится обзорная вышка. Какие-то смельчаки даже разрисовали эту скалу. Ты посмотри. Но что интересно, надписи знаете какого? 903, 905, 902 года. То есть надписям на скале свыше 100 лет. Можете себе представить, какая прелесть? А вот сейчас мы находимся у водопада. Вы посмотрите просто, как это выглядит. А вода, цвет воды видно какой, да? Это потому что она идет с этих самых скал. Ну, очень красиво. Здесь можно прямо близко подойти, прямо послушать, как бьется ваше сердце по щекотать свои нервишки. Оп! Мощь природы. В это время года можно видеть, что эти лотки прямо переливаются от количества воды. В это время, конечно же, эта дамба не используется по назначению. Но с точки зрения антуража, с точки зрения энергии, эмоций, ну да, это еще 100, я вам скажу, удовольствие. Поглядите, какая прелесть. Ребята, чистейшая вода, да? Которую, в принципе, можно пить не в это время года, потому что сейчас она слишком уж бурная, и она поднимает остатки этих красных скал, и вкус ее будет не очень, и не совсем она будет чистая. Теперь я покажу руку дальше. Это место можно исследовать и исследовать. Там есть строение, строение, которым больше, чем 100 лет. И гулять здесь можно, ну, множество. Но для этого надо, опять же, какое-то снаряжение, взять палочки, рюкзачки, еще что-либо. Я когда был молодой, мы немножко не в этой части лазили, но я со своей второй половинкой приезжал не в это место, чуть-чуть дальше. И мы могли оставлять машину, брать палатку и ходить буквально здесь помощнее, кстати. Не то, что помощнее, какой-то вообще безумно страшный водопад. Представляете, какая мощь? Немного прервался, еще раз говорю, когда я был помоложе немножко, мы с своей второй половинкой брали вино, брали машинку и приезжали в места между Сигулдой и Лигатой, оставляли машину, палатку и могли все выходные просто быть вдвоем на единиц природы. Никогда не было скучно, каждая такая поездка, она оставляла что-то такое, вау. Сейчас мы уже многодетные родители, мы привозим вот в эти места своих детей и пытаемся привить эту любовь, дать им почувствовать, дать им посмотреть, что такое наша Латвия, как она выглядит вообще, это та страна. Я жил в 18 странах Европы, в том числе, кстати, в России. Я для себя определился, что я хочу, чтобы меня похоронили здесь. И я сейчас, буквально полчаса назад слышал эту историю про то, как сидит бабушка, которой там по 90 лет, у нее сын умер в Англии. Она потратила все свои деньги для того, чтобы его кремировать, привезти и прах его развеять здесь. Представляешь, какая позитивная история? И это история сегодняшнего дня, потому что все, что вокруг происходит, что у нас сегодня будет? Гастрономическое путешествие, мы будем очень вкусно кушать. У нас локация, мы поменяли локацию, увидели место, которое никогда не видели, оно нас воодушевило. И люди. И мы встретили человека, и эта бабушка принесла нам очень яркую эмоцию, очень заряжающую и мотивирующую. А мы идем дальше по маршруту. Опять мы выходим на распутье. Сейчас вам покажу прямо, например. Если мы пойдем вот туда, там будут трехуровневые пещеры. Пещеры в три этажа, и они такие же яркие, такие же интересные, такие же насыщенные. Но дети не хотят пещер. И они хотят, по-моему, добить своих родителей. Мы лезем в гору по этому мосту сейчас. Так, и движемся мы по нашей ступенечке, лестнице, подъему. Там впереди, судя по карте, есть крафтовый дом. Понять бы, что такое крафтовый дом, но это нам предстоит. Напомним, что еще не везде сошел снег. Это первые теплые выходные. Поэтому здесь, может быть, выглядит не очень убрано. Хотя в этом даже какая-то своя прелесть и есть. Здесь надо понимать, что если у вас есть престарелые, либо люди с ограничениями, ну, трудновато будет. Надо будет помедленнее двигаться, и это следует учитывать. Так, ну, здесь мы попадаем опять в интересную атмосферу. Есть свой плюс. Мы попадаем в чистую жизнь, не туристическую, не заточенную по туризм. И здесь такое ощущение, как будто бы ты пришел на какую-то заброшенную дачу. Знаете, такие мини-дачи, где люди жарят шашлыки по выходным. И вот ты попадаешь сюда. Что это за крафтовый дом? И почему это туристическая достопримечательность? Нам предстоит выяснить. Ну, сейчас такое ощущение, как будто по каким-то сараем и оборотам ты идешь. Ну что ж, ребят, смотрите, интересная фишка. Туалет. Выглядит туалет, ну, так сухой, деревенский, как он называется. Вот такая будка. Здесь мужской, женский. Здесь еще какой-то сверху конструкция вентиляции. Видите, вентиляция. Окошки, чтобы в любое время было светло. И заход на три персоны. Рядом аккуратненько мусорники. И вот такая деревушка. Ну, как по мне, мне вот это вот очень нравится. Смотрите. Это такое, скажем, шедевр зодчества. То есть это как будто бы такой длинный барак деревянный. Все сделано из дерева. Но он так сделан индивидуально, чтобы был у каждого маленький двор. И чтобы все-таки ты находился в приватной обстановке. Очень интересное архитектурное строение, как по мне. Вот. Безронии. Почему интересно? Потому что я понимаю, что этим домам за сотню лет. Потому что так уже не строят. Ремонтировать их очень дорого. Но их состояние для плохих ремонтов выглядит безупречно. Итак, смотрите. На первом этаже у нас сланцевый фундамент. Видите, линеечка фундамента 90 сантиметров. Потом, как правило, дальше выкладывается кирпич. Кирпич. Кирпич у нас выполнял, наверное, функцию гидроизоляции все-таки. И выставляется именно сруб. Это такой сруб, который поставлен. Здесь уже попытка реконструкции современная. Но в целом, опять же, пакетные окна и дом вполне жилой для того, чтобы с ним существовать комфортно. И опять же, это аутентичная деревушка. Чем интересно, мы можем видеть, что здесь вполне люди себе живут. И люди живут не бедные, а жить в таком эко-постройке. Ну, это просто надо иметь какой-то другой склад ума. И в нем есть свои плюсы, свои минусы. Такие люди есть в каждой стране. И здесь выглядит это действительно очень круто. То есть, неплохо было бы снять такой домик на выходные и пожить вот, скажем так, в такой прелести. Это, конечно, очень было эпично. Ну да, я так и думал. Это дом ремесленника. И там внутри мы можем видеть экспозиции из глины. Вот, и это, соответственно, музей. И парень что-то производит здесь. Об этом говорит эта вывеска. Я думаю, что мы зайдем туда и погрузимся в мир действительно искусства. Искусство из глины, судя по всему. Смотрите, какая котяра. Такая пушистая-пушистая. Греется на солнышке. А самое, что интересно, если вот так сфокусировать и оставить это как хорошее фото, то смотрите, какой контраст светло-серого и, ну, все оттенки серого, проще говоря. Очень красиво, да? Видно, что люди стараются, чтобы это выглядело привлекательно. Интересно. Вот, смотрите, строение двухэтажное. Это раньше был вход на второй этаж. Вот так вот он выглядел. Да, плохо, что вот это не совсем реставрировано. Это дровняки. Все эти дома на печеном отоплении. Да, и стоит табличка, что это культурное наследство наше. Так, и в конце этих домиков у нас опять предстоит спуск. Тут это вечная дилемма. Так что же, спускаться легче или подниматься? Надеюсь, что спускаться. И мы выходим вот на такую лесную дорожку. И, судя по всему, нам надо спускаться вот туда вниз. И еще раз повторюсь, мне очень нравятся эти дикие маршруты. Это маршрут не заточенный по туристам. И когда здесь будет, наверное, другое количество туристов, здесь не будет вот этой аутентичности. Здесь не будет вот этой самой Латвии. Добрый, нежный, чувственный. А все будет заточено под деньги. Теперь вот смотрите, мы здесь гуляем. А у меня нет в кошельке ни центра. Я с собой не взял кошелек. Зачем тебе в лесу кошелек? Ты просто гуляешь и наслаждаешься. Все, что мы потратили, это мы приехали сюда на топливо. И ни одного евроцента. Куда бы мы ни заходили, все нам было бесплатно. Единственное, конечно же, мы зайдем потратимся покушать. Потому что столько прошли калории и стратили. Захочется попробовать какого-то кулинарного еще рецепта. Детское счастье, она не имеет цены. Да? А, вдоль всей дороги спускается ручеек. Конечно же, это место, где куча разных водопадов, да? Седьмой опять. Тебе седьмой. Да, и здесь вот такой искусственный ручеек. То есть весь асфальт мы можем видеть, как организован он сух. А вот этот лоток, он собирает всю воду, потому что весь асфальт под уклоном. И он спускается вниз. Разумеется, мы видим, например, здесь овраг, который собирается вода здесь, и он уходит вот в ту часть. То есть, несмотря на то, что мы в гористой местности, и здесь фактически куча ручей, которые с этой горы текут, но организовано все так, что здесь минимальное количество грязи, и мои ноги сухие, мои не специальные обуви. Все организовано, и мы понимаем, что организация это не сегодняшняя, а в 1800-ом каком-то лохматом году эти работы начали вести. Теперь смотрите, когда мы гуляем, нам то и дело попадаются вот такие вещи. Во-первых, мусорники есть везде. Во-вторых, смотрите, это какое-то крафтовое кафе. И тут можно насладиться какой-то определенной кухней. И вот таких кафе здесь, ну, количества я их не скажу, но они нам попадаются периодически. То есть свет горит, мы можем зайти и насладиться какой-то определенной кухней. Если нам понравится, и если в этом моменте мы устали и хотим это попробовать, то, конечно, мы это сделаем. И здесь мы можем видеть опять эти пещерки, которые у нас остались за спиной. Опять, вот видите, и там стоят новенькие двери. И не исключено, что в этом ресторане вино хранится именно там. Где ты это видишь? А, представляете, на путеводителе написано, что это бывший родильный дом. То есть раньше здесь был родильный дом, а сейчас здесь ресторанчик. Да, видите, и табличечка такая. Но все сделано очень изумительно. Давайте мы сделаем небольшой анонс. Смотрите, ну, наверное, это летом все-таки. То есть когда ты в этом бывшем родильном доме, а смотрите, как оно отлично оформлено. Что-то приобретешь из еды. То здесь вот, например, в этой чаше горит огонь. Здесь, например, солнечные лучи собираются в этой чаще и куда-то, видимо, генерируют энергию. Здесь, гляньте, всевозможные такие инсталляции для детей. И все это сделано на основе, в основном, природы. То есть из палочек, из веточек. Видите, в такой шале, наверное, на котором цветов будет летом куча. Гнездушки из веточек сделаны. То есть, ну, это очень уникально. Это действительно жесткое хандме. Вот кому в голову пришлось сделать нечто подобное. И это в нескольких вариациях. Я понимаю, что это сделано из расчета, что это потом все окутывается цветками. И вот представьте себе ресторан, который бывший родильный дом. Но он идеально сделан, идеально отремонтирован. Как можно видеть, у него самый няшный дворник, который может быть. И здесь внутри действительно просто бомбические какие-то инсталляции. Понимаю, что летом это будет выглядеть по-другому. Вот, помимо этого, история. Этот дом построил владелец бумажной фабрики за личные средства, чтобы крестьяне не рожали дома, а рожали в квалифицированном родильном отделении. Таких историй до войны было великое множество. Так, дальше мы идем вдоль вот такого забора. И понимаем, что здесь все-таки люди ходят. И, видимо, это парковка для тех, кто приезжает в этот ресторан. И, наверное, об этом ресторане ранее стоит узнать больше. Интересная постройка. Чем она интересна? Она комбинирована. Она сделана из ракушечника, из сланца и вкраплений кирпича и булыжника. Не представляю, что это было, но что-то интересное. Со времен Советского, кстати, Союза остался фонарик до сих пор. Сейчас мы такой немножко в абстракте. Мы немножко сбились с маршрута. Не совсем понимаем, куда мы движемся. Но, значит, плюс ко всему у нас будут приключения. Потому что каждый раз, когда ты в Сигулде выходишь, она вроде бы понятная, вроде бы все в тропах. Но повернув не туда, ты выходишь совершенно в другую историю. Чем это интересно? Тем, что каждый раз, когда ты приезжаешь туда, ты не можешь сказать, что я здесь был, зачем я поеду сюда еще раз. Вот этим интересно Сигулда, например, Лигопу. Тем, что иди по маршруту, отклонись влево или вправо, и ты попадаешь в другую историю. И в основном это не заточено по туристам. Поэтому отклонение влево или вправо, это не будет большой ошибкой, это будет совершенно другой историей. Подходим к мостику. Очередной мостик. Значит так, мы сбили с количества подсчетов мостов, водопадов, мелких речушек и вот таких локаций. Они просто как будто бы друг друга заменяют и друг друга сменяют. Здесь что поражает? Высота. Но цвет по-прежнему такой же таракотовый. Немножко послушаем шум природы. Как это успокаивает, завораживает, когда ты следишь за волнами. И ведет эта вся прелесть к бумажной фабрике. Вот она та самая бумажная фабрика, которая в довоенные годы работала. Нам бабушка местная рассказывала, что сюда ходила железная дорога. Узкоколеечка, которая возила из леса по железнодорожным путям сырье, а отсюда увозила бумагу. Так, выходим мы с нашего мостика и попробуем сориентироваться. Ну, мы так понимаем, что это бумажная фабрика и она почему-то закрыта. Есть какая-то проходная. Видимо, сейчас там какое-то другое производство. Так, здесь мы вышли вполне в цивильное место. И здесь уже такое более все современно. То есть отличная дорога, хорошее строение, хорошие машины. И это не маршрут прогулки по Лигатной. Это наш маршрут просто по одному кругу. Здесь в Лигатной очень много вещей. Например, детские развлекательные вещи. Например, гастрономические туры. Например, здесь есть заказник, где животные живут в естественной среде. И ты можешь гулять по заповеднику и наблюдать там за зубрами, лосями, оленями и так далее. Это очень-очень богатый маршрут. И, ну, я не знаю, мы сюда, наверное, уже раз в двадцатый едем. В двадцатый раз и не первый год. Не первые десятилетия, даже так скажем. И сегодня был момент. Вот то, что я видел, да? Я видел это впервые, представляешь? Во-первых, ты обычно приезжаешь, увидишь какую-то локацию, восторгаешься я его, как мы сегодня. И нам больше никуда не хотелось идти, потому что мы могли бы продолжить дальше маршрут. И увидели бы еще чего-то другое. И второй момент. Это рукотворное. То, что люди здесь делают каждый раз. Не стоять же на месте. Этот регион развивается. Пускай он не вкладывается в каких-то денег, но, тем не менее, развитие здесь происходит. То есть, раньше мы, например, видели эту заброшку. А сейчас это не заброшка, а какой-то тематический ресторан. И он выглядит очень прикольно. То есть, получается, он на краю утеса. И можно видеть там очень приятные локации. Я уж не знаю, что за ресторан, как туда попасть. Мало того, там даже горка детская с горы вниз. Ну, и это, думаю, тоже будет интересно кому-то. Буквально недавно прогуливаясь, я говорил, я хотел бы здесь остаться где-нибудь, переночевать. Так вот, смотрите. Вот, примерно те же самые домики, мимо которых мы проходили. И там это отель и тематическое кафе. Новая локация. Так, ну что ж, наш маршрут подходит к концу уже. И мы отправляемся кушать. А еду мне вот не разрешают снимать. И вообще мне не очень-то разрешают снимать детей и тех, кто идет за моей спиной. Поэтому я всячески пытаюсь спрятаться. И так, средний завтрак или ужин, уж у кого как получится, будет составлять что-то в районе от 8 до 12 евро. На это надо рассчитывать. Учитывая наши сегодняшние реалии. Раньше это было немного подешевле, сейчас это, к сожалению, так. Но, тем не менее, мы однозначно знаем, что еда будет вкусной. И я надеюсь вас мотивировал на посещение Лиготной, как маршрута выходного дня. С вами был Владимир, бывалый путешественник. Всем пока и до встречи на моем канале.